Батарейка – универсальный источник энергии для бытовых приборов. Ежегодно в России продают больше миллиарда элементов питания. Век батарейки недолог. Спустя несколько месяцев от работы она отправится на свалку. На открытом воздухе, под дождем и снегом, оболочка батарейки быстро разлагается. А ее начинка опасна для окружающей среды. Поэтому экологи уже много лет бьют тревогу. Батарейка – это такой достаточно тонкий механизм, который легко нарушается под действием внешних факторов. Внутри в батарейке содержатся ядовитые вещества, тяжелые металлы, такие как ртуть, свинец. Соответственно, эти вещества обладают свойствами накапливаться во внешней среде, в том числе и в организме человека. Соответственно, они оказывают очень серьезное разрушающее воздействие как на экологию, так и на здоровье человека. Акцию по отдельному сбору батареек в Москве начали несколько лет назад. В жилых домах по инициативе общественников и местных властей стали устанавливать вот такие контейнеры. Куда каждый может выбросить использованные батарейки. Контейнеры стали принимать управляющие компании. Однако все они столкнулись с проблемой. Утилизировать батарейки в России негде. Так было до октября этого года. Этой осенью на заводе по переработке отходов в Челябинске открыли новую линию для батареек. Директор предприятия Владимир Мацук еще в студенческие годы интересовался утилизацией опасных веществ. Его завод начался с переработки рентгеновских снимков. Потом он перешел на лампы, компьютеры и сотовые телефоны. Теперь здесь утилизируют еще и батарейки. Были многократные запросы от общественников. Администрация Санкт-Петербурга провели несколько социальных мероприятий. Набрали в результате раздельного сбора эти батарейки. И потом их некуда девать. И вначале это был некий вызов. Но интересно было чисто технически попробовать прогнать. Технология переработки состоит из двух частей. Первая механическая. В дробилке от батареек отделяют оболочку и измельчают содержимое. Громко и с огоньком. Затем на сепараторах это магнитные движущиеся ленты отделяют железо. Следующая стадия химическая. Говоря о ней, специалисты используют кулинарную терминологию. Из оставшихся веществ варят бульон. Химические соединения, которые получаются при переработке, используются в промышленности. Например, соли цинка нужны в медицинской отрасли. Из них, в частности, делают цинковую мазь – противовоспалительное средство. Соли марганца используются в химическом производстве и, опять же, в фармацептике. Графит – сырье для машиностроения. А кроме того, он входит в состав грифелей простых карандашей. Железо применяют в черной металлургии. Кроме того, все эти элементы могут использоваться для производства новых батареек. В этом случае, надеются экологи, можно будет сократить добычу сырья для аккумуляторов, которые вредят окружающей среде и здоровью людей. Общественная активистка Ираида Беденко специально приехала в Челябинск из Казани, чтобы посмотреть, как работают новые линии переработки. Ираида признается, утилизацией батареек она интересуется недолго, но сама уже перешла на раздельный сбор использованных аккумуляторов и даже коллег к этому приучила. Мы сейчас открыли пункт сбора, к сожалению, единственный в Казани. Это в офисе у меня в фирме, в которой я работаю. Вот, в принципе, все, кто занимается у нас в нашей компании, они с радостью приносят батарейки и очень поддерживают данную акцию. Буквально где-то месяц мы как начали собирать батарейки, и уже полный контейнер мы собрали. Мария Белоус в Москве возглавляет экологическое движение «Коалиция про отходы». Она несколько лет занимается раздельной переработкой мусора. Теперь в пункте сбора принимают еще и батарейки. Пока в маленький контейнер, но уже скоро активисты установят большой. Они уверены, что он быстро наполнится. До этого на всех наших мероприятиях мы просто людям рассказывали о том, что в России нет переработки батарей, что их нельзя выбрасывать. И то, что вы можете сделать вот прямо сейчас, это не выбрасывать их и хранить дома в пластиковых бутылках под крышкой. И люди действительно накопили очень большой объем, хранят их в гаражах, не знали, куда их деть. И теперь вот наконец-таки мы знаем, куда это деть. Но отсортировать отслужившие элементы питания от мусора – часть задачи. Батарейки нужно доставить в Челябинск для утилизации. Полный контейнер может весить больше 100 килограммов. Оплатить дорогу на Урал непосильно для общественников. Но постепенно пункты сбора начали открываться в крупных магазинах, у которых есть договор на утилизацию батареек с перерабатывающим заводом. Первопроходцем стала крупная международная сеть магазинов электроники. Сюда свои батарейки могут привозить и покупатели, и общественные активисты. За транспортировку отвечает сама торговая сеть. У нас есть 50 магазинов в 24 городах России. До конца года еще будет чуть больше. Каждый магазин в Москве и Петербурге уже в ноябре. С остальной Россией мы надеемся подключить в январе-феврале 2014 года. В каждом магазине будет контейнер, бросив батарейку в который, вы можете быть абсолютно уверены, что она не просто вы ее не бросили, но и мы ее отправим на переработку, мы это гарантируем. Все батарейки, собранные в Петербурге за год, Челябинский завод переработал за 4 дня. Чтобы линия постоянно работала, нужны большие объемы. На предприятии уверены, что как только покупатели батареек научатся их правильно утилизировать, этой заводской линии простаивать не придется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова